Судя по данным онлайн-карт, между офисом Россетей и храмом у главного корпуса Сургу расположены не более 70 построек. Часть из них в собственности у горожан. Некоторые выставлены на продажу. На делы площадью от 7 до 15 соток продают по цене от 4,5 до 30 миллионов рублей. Еще около двух десятков деревянных домов и приспособленных помещений стоят между улицей Университетской и Бульваром Свободы. Их также планируют выкупить для организации паркинга. Он будет обслуживать здание «Газпрома», процесс передачи городу которого должен завершиться в этом году. Весной сургутяне получат возможность поучаствовать в обсуждении вариантов реновации проспекта Ленина. Готовится проектная документация. В ее разработке задействована специальная группа. В ее состав помимо чиновников вошли общественники, представители городообразующих компаний, архитекторы, коммунальщики. До конца 2021-го все рабочие документы закончат. Весной следующего года начнется само благоустройство. Мы знаем, кстати, озабоченность некоторых горожан, что тут нам предложили три варианта, они все нас не устраивают. Могу одно обещать, что как раз задача максимально публично все это сделать и лучшее решение принять. Потому что проект, конечно, такой, скажем, статусный. Еще раз говорю, такого не в Югре. Я думаю, в других регионах соседних тоже не делали. Но нами движет только одно желание, чтобы действительно город стал столичным городом. Самый крупный город в Югре заслуживает самых красивых улиц. Проспект Ленина обещают в мэрии качественно преобразиться. Это будет улица не только для автомобилей, но и для пешеходов, и для велосипедистов. В порядок приведут фасады домов, уберут рекламу, территорию облагородят. За один год сделать все не успеют. Проект разделят на 8 пусковых комплексов. Увидеть готовый результат сургутяне смогут не раньше 2024-го. Тогда и единая дорожно-тропиночная сеть 5-километровой улицы соединит между собой практически все крупные парки, скверы и площади.